В заложниках у террористов оказалось более тысячи человек. Три дня их держали без еды и воды в обложенном взрывчаткой спортзале. Во время штурма большая часть людей была освобождена, но 334 человека погибли. 186 из них – дети. Помочь подрастающему поколению из Мордовии разобраться в губительности идеи терроризма приехали очевидцы тех событий. Они встретились с учениками школ Рамадановского района. Мероприятие началось с презентации детских рисунков для творческого конкурса «Беслан» в памяти навсегда. Память погибших почтили минутой молчания. Затем собравшихся поприветствовали почетные гости. Все они отметили важность таких встреч для школьников и напомнили – у терроризма нет религии. Но кто, как не сами гости из «Беслана» могли рассказать об этом лучше всего? Первое слово взяла Сусанна Дудиева, руководитель Ассоциации жертв террористических актов матери «Беслана». Любое событие, которое несет смерть, оно очень страшно. И поэтому говорить сейчас нужно о том, что правильно, что неправильно. Говорить всегда, я всегда об этом говорю, что есть добро и есть зло. Есть зло, с которым мы должны бороться. Мы, взрослые, и вы, дети, должны сейчас понять, что же это такое зло. Почему мир – такое прекрасное слово, такое прекрасное состояние души и вокруг, в мире. Почему за мир нужно бороться? Во время встречи из рук в руки по рядам передавали альбом с фотографиями тех дней. Дети и взрослые смогли увидеть кадры страшных мгновений из школы номер один и поставить себя на место тех ребят. Тем более, что двое из них находились в этот момент в зале районного дома культуры. Ацамас Мисиков в тот год пошел в первый класс. Человек, который в какой-то момент находится на волосинке, скажем так, о своей жизни и смерти, тогда только осознает, насколько это важно, насколько нужна человеческая жизнь. На встрече много было сказано о подвиге учителей Бесланской школы. Об одном из них, Таркане Сабанове, бывшем директоре и ветеране Великой Отечественной войны, рассказала Алина Налдекоева. Он до последнего вздоха своей жизни давал нам уроки. Человек, который прошел всю войну, накрыл собой двух детей. Он погиб сам ради двух маленьких детей, которым удалось выжить. Учителя много сделали. И учителя учили нас, и потом это учили нас, и наши старшие, и наши родители, что у терроризма нет религии и нет национальности. Инициатива проведения встреч с гостями из Беслана принадлежит главе республики Артему Сдунову. Организовать их помогли аппараты антитеррористических комиссий Мордовии и Северной Осетии, а также Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии и информационно-аналитический центр «Национальная безопасность и наука». Ирина Радайкина, Сергей Кувакин. Народные новости. Романдановский район.